это вторая серия ну даже если для вас то первое вы только на не нажали это отлично мне все нормально это конец сезона лиги не обновляется поэтому нас платье на 2 у нас свежий аккаунт он гибкий ммр имеет мы будем играть сейчас платье на 1 и алмазами и я буду рассказывать показывать собственно как играть за процесс вот все очень просто очень очень плотно коменте если вы супер новичок рекомендую можно смотреть эту серию замечательно до конца потом заходить на канал подписываться и смотреть первую вторую третью четвертую вторая соответственно их 4 будет серии конкретно в этом эпизоде там еще много контента поэтому рекомендую супер базы 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 все объяснены первое здесь мы просто сейчас играем я комментирую действия смотрю что делают соперники и расскажу какая из них принимаю решение чтобы с ними отыгрывать и делать правильные вещи в основном протез должен всегда стараться держать хороший баланс экономики и количество армии то что если этот баланс потеряется просто очень легко проиграть вот тем не менее если вы нарушите баланс в сторону экономики это не так критично если вас не уничтожит вот то есть если вы настроите очень много рабочих соперник не настроит и не уничтожит вас за две минуты ближайшие когда вы настроили очень много рабочих очень много рабочих то плюс 15 соперника то есть протез хочет держать где-то плюс 5 от протоса плюс один от зерга рабочий буквально вот буквально на одного рабочего больше чем зерга и где-то плюс 10 от террано до установки до двух базовой экономики вот в базовой экономике уже можно иметь поменьше точно 2 базой можно ждать пока мы сравняемся вот судя что 2 базовой экономики протез получает ее на минуту раньше террано и вы можете эту минуту использовать чтобы создать какой-то войска и им начать прессинговать и затем пока вы прессингуете соответственно выходить в трех базовую экономику от разведать в кубка можно после гейтая после 2 вот так вот ленивенько посмотрим посмотрим что он делает пока вроде бы ничего ничего криминального и бернет к твое это кибернет вообще супер самое главное посмотреть второй пилон часто ребята так ездят на разведку да но они на самом деле они не знают что смотреть разведка нам нужно для того чтобы адаптировать наш бил принимать решение то есть если вы не знаете и решение принимать я рекомендую не ездить на разведку вот что мы здесь можем принять что у него один газ то время как у нас 20 с нас больше кажется добыто у нас будет больше технологичных и не так и мы можем его спокойно этими технологичными линками подпушить если мы открываемся два stalker а и куда мы тыкнем два stalker открываемся и вард и сейчас мы закажем еще два stalker а и 3 герты будем подпушивать строгий итог суть в том что он сейчас вышел вперед по экономике в то время как мы точно впереди по армии потому что у нас просто-напросто у нас просто тупо больше юнитов и у него газа нету на то чтобы себе их позволить то есть он их не сможет поставить вот вот это мы думаем и для этого нужно играть вот эти вот самые стандарты 11 пустим соответственно один раз пустим варгейт убиваем здесь ему пилон пилон на и на самое страшное вот вот здесь у нас вот эта пробочка осталось стоять чтобы заказа закрыть ясно здесь у нас три stalker а против 2 этот бой мы выиграли это мы отменили nexus мы поставили вот он решил поиграть мультитаск совершил катастрофическую ошибку у нас же supply блок тоже неприятно вот и захватывая преимущество вы как только вы захвативаете преимущество вот тогда мы начинаем выходить в следующую ветку технологию вот технология либо экономика на экономику у нас есть виде 2 база сейчас на будет достраиваться скрыть у него она есть база она в нее вложился но ему нечем и защищать то есть в этом проблема когда вы вкладываетесь в базу но мы нечем защищать сначала мы строим какую-то инфраструктуру чтобы ее защищать затем мы ее защищаем отступаем от пробок вот начата катастрофически пытается защитить но чтобы защитить ему нужно сравняться с коль нами по stalker а мы вот это время используем абсолютно не строя stalker то есть мы сейчас не заказываем новых то что если мы их начнем заказывать у нас начнутся с этим проблемы серьезные вот то есть мы его полностью здесь задавит и где у нас есть края у него нету проверим наличие 2 где-нибудь еще и вот это у нас stalker и останутся вот здесь тусоваться вот соответственно почему сейчас я не строят дополнительных примеру гейтов причина опять же очень простая он сейчас играет с одной базы одна база может поддерживать максимум 3 4 гейта принципе не больше по этой причине мы никогда не пытаемся к нам соперника давим и он сидит на одной базе строить гейтов больше чем нужно то есть когда мы играем один на один базы мы можем ставить новые базы можем ставить новые технологии но тогда мы не ставим новые гейты то есть нам вот этого достаточно я сейчас варпану с 3 он тоже варпает с 3 у меня просто больше физически не может быть ресурсов вот обязательно пустимся сделаем об сервера чтобы иметь возможность тут наблюдать за этой частью карты соответственно перейдем в этот nexus и даже подумаем еще на третьем вот 3 уже не обязательны то есть можем сначала настроить армию более надежную защититься от каких-то контратак страшных то есть там что нам страшно дарки например но у нас об сервер будет конечно вот то есть поэтому это не очень страшно вот все прокси бас у него нету мои stalker пробежались смотрели мы продолжаем здесь ходить тусить соответственно пока поставили третью нас это максимально устраивает вот теперь можно выходить в дабл грейды например и добавить пару гейтов неплохая тема еще архоник видите я не рвусь ему на рампу или я не рвусь его уничтожать когда вас давят соответственно это ваша проблема выходить с базы выходить в новые базы и так далее то есть это не моя проблема его уничтожать потому что сейчас я впереди по экономике я добываю больше я могу больше построить чем я в принципе и занимаюсь его проблемой не дать мне это сделать принципе вот часть мы ресурсов вкладываем сейчас его соответственно потомки батарейки минеральных линиях опять же от дарков защититься а под микрить можно можно подойти ударить stalker а вплотную всей тучей и бликануться назад к примеру это абсолютно бесплатный размен используя blink очень удобненько соответственно и сюда можно построить призму это тоже абсолютно удобненько как мы видим дарки пытались организовать нападение мы организуем нападение на вот этого парня и как то вот так получается ответственно он думает что его на него нападают но нет на него не нападают то есть мы сидим спокойно у нас лучше экономика нас делают сам грейды апгрейды принципе как я говорил то история лейтгейма как бы в начале игры не стоит сильно на нее заострять внимание и стараться очень сильно в них выйти а вот этого мы забираем вот и соответственно вот это призму нам создана для великолепного отвлечения внимания где в том что базы кончаются в старкрафте и вот пока он тут сидит то есть первая база начинает заканчиваться уже первая база ей уже тяжело тесно мы идем еще раз забирать бесплатного stalker а вот и мы не будем принимать глупые бои займем еще базу точнее прокачаем эту вот обороняющийся всегда естественно имеет преимущество особенно в конститут на одной базе если бы у него сейчас получилось уже выйти больше баз мы можем позволить все играть намного агрессивнее то есть прыгать на одну базу это неудобно у нас все это будут вот здесь застревать а у него стоят они широко он выгоднее разменяется мы по итогу конечно выиграем но я показываю как играть правильно да то есть вам вас нет никакого серьезного резона ломиться то есть вас нет никакого серьезного резона прямо ломиться и чё-то делать на это его сейчас проблема занять новую базу то есть у него не получается этот скажем так вот мы же видим что он собирается выходить в это время мы делаем дроп нему на main и соответственно дальше прячемся продолжаем держать вот такие мувы простые мувы в пару кликов очень решает кучу вопросов да да там до мастера принципе они прям решают мастер они просто обязательные мувы которые обязательно умеет делать и соответственно соответственно поэтому вам нужно уметь использовать контрольные клавиши вот то есть он собрался идти в атаку как вы этим он опять идет в обратную сторону то есть его проблема просто он не понимает пока свою проблему его проблема в том что он сейчас сидит с одной базой против огромного количества гейтов грейдов и так далее вот время как мы сидим уже на четырех базах спокойно естественно это все добываем на псом видим когда он выходит вот посмотрим его решение и нибудь весна он наверно сюда поставить что-нибудь сталкеров прийти не придется вернуться это второй момент в макро игре часто нужно уметь делить правильно армию с нужно знать сколько юнитов где расставлять вот и принимать сильные бои то есть вот он блин канулся решил принять этот бой естественно этот боем приняли широким фронтом и здесь у него все закончилось но еще так просто платино 1 алмаз 3 побеждаются не спеша поддерживая экономику не спеша делая нужный билд одни процесс у нас пока в серии принципе неплохо но это подтверждает что покупаться он сидят на низких лигах чтобы высоко забраться просто нужно использовать контрольной группы часто они это делать линяться в конце концов дергом в принципе это так и до сих пор и не надо делать даже для гранд мастера термин в конце концов как-то с этим адаптируется и иногда неплохо отсиживаются на двух базах просто к сожалению не получится никогда так делать ему нужно использовать контролки братути все понятно все понятно спасибо за поддержку же единственное спасибо вам рыча тем там до сих пор потонет вот кстати к нам сейчас пробка рано едет вот а рано едущая пробка в нашу сторону это могут быть фотонки фотонка нам очень обязательно спустить на него рабочего и проверить внизу у нас есть фотонки или нет вот соответственно так это разведывается если внизу нет фотонок значит все неплохо и здесь соответственно мы тоже проверяем наличие фаржи фаржи нету соответственно нас все окей там два газа и по миникарте вижу кибернет к с одного гейта вот очередной нюанс то есть но это опять же по процессе которые сидят в этих лигах они часто пытаются выходить в один гейт и затем ставить снег существует посмотрим тут уже next стоит вот но когда у него один гейт ему нечем отбиваться соответственно мы просто напросто ставим здесь пилон и что значит нечем отбиваться значит мы здесь можем делать просто напросто что хотим вот то есть просто напросто что хотим мы можем творить когда так вот next уставит вот и если вам просим на случае нужно ставить профси где-то спрятать аккуратно то здесь за счет того что у него по одному это выходит мы здесь можем спокойно это все оборонять вот это самая наша сильная наша часть вот игра мы можем спокойно оборонять наши два сталкера придут в эту точку одновременно с его двумя сталкерами все то есть нам надо просто не запороть ерунды так сказать ну вот проверим наличие вот здесь пробки по моему тут бегал бывает тут прячутся соперники не нормально вот и поэтому мы можем себе позволить прокси роба смело сыграть занятия high ground и принципе это уже выгодно мы не будем жестко здесь сейчас что-то творить суровое типа микроконтроля там какого-нибудь в обращения к обращению может если ерундосик страдает на стриме может и в мастере так там гэмчик кобра просто играет 800 игр в день примерно и делает это последние 12 лет вот и как видите мы вот так вот побеждаем то есть правильные билды правильной реакции контрит любые неправильные билды неправильной реакции то есть вот когда у вас неправильный билд у вас два сталкера на третьей минуте а у нас 4 и иммортал на его части карты вот ой кобра до кобра на протяжении да и на 12 лет играет потом 20 игр в день среднем среднем бывает она побольше у меня стрима раньше были по 6 часов порталон окну то есть там пас 150 игр в день было я утрирую ну почти почти вот естественно ты будешь что-то делать при этом что-то делать даже с таким количеством игр и заметьте с таким средним подходом это побеждать в таком мид хай мастер гэм по сути уровня вот что доказать насколько строков сложно и так с кем мы сейчас играем мы сыграем зерга наконец и мы не будем его пушить как в прошлой серии мы сыграем с ним хорошая аккуратная макро соответственно я буду стараться разноображивать наши стратегии при этом возможно он что-нибудь предпримет и нам придется соответственно тоже что-то предпринимать как-то отвечать на него самое главное опять же напоминаю такая история нужно знаете по какой бил а то есть и знать ответки вот запраться вам нужно знать билды правильных зданий правильных местах ставят здания и знать ответки то есть вы должны знать когда вот вы идете на разведку что вы видите на что вы смотрите и что вы будете делать когда вы что-то увидите вот то есть вы не знаете что делать не нужно ехать нужно просто что-то делать все по билду и потом когда вас что-то уничтожило смотреть что у вас было было все что по билду окей маловато что мы могли сделать еще видишь он пришел нам мешать ставить базу соответственно нас при этом его база абсолютно устраивает кстати пока не мешает пока он не мешает нас тоже принципе все устраивает если сейчас мешать не будет вообще все окей да все все ок у него у самого пула еще нету до сих пор вот соответственно он пришел что что-то делать пришел при этом свой билд сам он максимально запортачил потому что пока мы ходили мы увидели что у него пула нету до сих пор соответственно будет намного позже различные всякие здания и мы этим можем тоже воспользоваться гениально не просто не будет лингов чтобы нам помешать вот и что я могу сделать я могу мог бы вообще конечно очень так сказать жестко пойти и поставить прямо сейчас nexus вот мы пойдем все таки плюс-минус по нормальной дорожке мы поставим батареечку все как всегда stalker центре батарейка вот против зерга мы всегда хотим открыться старгейт просто банально потому что старгейт дает нам единство юнита который защищается от кучи наземных юнитов зерга проблема в том что просто способны как ветераны делать юнитов постепенно у них становится здание не очень постепенно вылазит у них винты в то время как зерги способны делать за раз огромными огромными просто количествами вот и это жестко естественно делать за раз огромными количествами вот мы видим кстати он уже разведывает и от них нужно отбиваться как-то таким-то образом на третьей минуте ставим nexus ставим здесь батареи и у нас будет горелочь вот соответственно сейчас дилемма соответственно что он хочет делать он хочет ли заказать кучу рингов чтобы нам этот nexus отменить или и вот устраивает и он будет заказывать сам своих рабочих то есть вот это интересная дилемма вот и мы это теле мы сейчас будем проверять вот соответственно что у нас может может делать наш воздушный вайдрейм может смело очень здорово убивать оверлордов которые висят там кучами и одновременно с этим он может защищать нам эту базу вот смотрим тут 3 у него нету мы смотрим только третью и наличие на ней рабочих как видите вайдрейм нам срочно нужен вот здесь вот в обороне он решил что следует что следует напасть на nexus на nexus при этом это что делаешь у него отсутствует сейчас рабочий отсутствует лэйр отсутствует ну то есть у него все отсутствует по сути а у нас тем временем наоборот все строится и против зерго тогда у нас задача сейчас спокойно выходить в к примеру два роба твой лайк 2 фаржи то есть мы сейчас очень впереди мы это можем прям реализовывать вот теперь он не может построить прям очень много юнитов то что он их уже построил на хуже отдал ни на что и они в первый раз не смогли здесь делать ничего абсолютно и второй раз они не сделают ничего это очень простая логика вот при этом потери пока что у нас 0 естественно и это замечательно можно лишь посмотреть если у него рабочие уже на 3 или нет и мы остановимся на своей третьем будет сделать с двух робот сейчас и моркова в колодцах отсюда мы будем делать грелочек соответственно и архонов то есть простых юнитов которые просто ходят дерутся и что-то делают здесь мы делаем charge blink смотрим да он накопила рабочих в этом фишка зерга на если бы так нападал террано все бы отдал это было бы уже гг потому что ему нужно новых юнитов строить полгода примерно зерк конечно да уже построил чё-то и лэйр построил и здесь к это здание строится хочется его еще раз посмотреть ну вот пока смотреть не о чем пойдем посмотрим в адреями просто так ну потому что почему нет так сказать и соответственно теперь мы добавляем гейты уже на уровне третьей базы они вот когда мы играем макро обычно ставится чуть чуть позже именно вот так вот то есть ждем робобей ждем призма observer соответственно это гидра лески на гидра лесков мы сейчас уничтожим ангрейд возможно возможно не уничтожим пришли королевы к игре а зерга кушать что-то с ним делать абсолютно не имеет смысла потому что удерживать игру всегда все есть опции чтобы вас просто уничтожить и отбить все что угодно что вы можете сделать поэтому проще против зерга намного сидеть дома ничего при этом не делать и ну чувствуете а при этом нормально максимально вот проблема при этом что он сможет спокойно раскидывать скрипт вот этот конкретно парень не сможет по одной простой классной причине что он решил что ему не нужна экономика азер должен в первую очередь поставить экономику он это может сделать нам много быстрее чем продаж и только потом уже заниматься всем остальным этот же парень решил что нет его основная миссия в этой игре уничтожить нашу третью базу мы сказали хорошо за счет этого мы сейчас бываем намного больше газом добывая намного больше газа позволяем намного более крутых юнитов у нас их будет больше и мы спокойно спешно дальше делаем что угодно к восьмой минуте мы идем занимать нашу тест на базу номер 4 на нее достраиваем шестерочку рабочих чтобы просто у нас были эти 1 газик на газик там рабочие очень нужны то есть она нам в основном для газов еще два колосса заказываем вот и в макро опять же можно спускать зелков на базы зергу вполне эффективная тема 15 это минус 7 семерочку мы сюда отправляем вот как делать на вот этой базе застройки этот примерно вот такая тема то есть всякие ты в основном против зерго строится вот здесь вот затем идут впереди потонки сзади батарейки вот это очень выгодная штука против зерго армия очень мобильная вы хотите в основном свою немобильную армию именно так от них защищать и соответственно выйти вы вкладываетесь больше в фатонки в батарейки а параллельно с этим это ченчин да мне нет узелков параллельно с этим газ складывать и вархонов ну и в других всяких газовых юнитов вот то есть вот мы сделали все абсолютно драйды вот мы видим к нам уже собирается в какой-то войско эти естественно можем смело выходить и сражаться с ним самое главное в этот момент может быть в этот момент ну тут просто мы сражаемся стоим на оклейке естественно если у нас сильная армия это все окей армия зерго всегда слабее должна быть часто это к сожалению неправда все равно но в основном сила зерго до заказе да то есть сила зерго в том что он приходит к нам начинается с нами сражаться и проиграв битву он начинает соответственно до заказываться его становится надо заказе больше чем нас вот здесь же конечно он сразу начал с плохой экономики и тогда если сразу зерго плохая экономика вот так вот выглядит битва против зерго наши юниты просто не пропадают вот это так если вам понравилось обязательно подписывайтесь и смотрите следующей серии с вами был